Ростислав Камнев Я хочу поблагодарить за приглашение на передачу и с удовольствием расскажу. Эта передача, эта группа, которая играет достаточно на профессиональном уровне, группа BrainWarset, переводится как «Промытые мозги», и фронтмен или руководитель группы Эхард Бауман, именно этот человек, он интересен тем, что, живя в Берлине, в Германии, он еще возглавляет также общественную организацию «Дети улиц». И он кормит бездомных детей, работает с молодежью, то есть он проводит большую социальную работу. Кроме того, что он верующий человек, он проводит вот такую еще социальную работу, ну и, конечно, они играют, они любят музыку, любят рок, играют в стиле «Рамштайн». И группа существует с 2002 года. Кстати, Германия высоко оценила его заслуги, и буквально не так давно президент Германии лично вручил Эхарту награду за заслуги перед Германией. Это одна из самых высоких наград Германии. Ну, как вообще вы с ребятами этими связались? Понятно, что цели у вас одни, то есть это социальная работа, но все-таки как эту связь удалось наладить? Ну, Эхарт связался со мной сам, я еще буду это выяснять как, потому что лично я с ним не знаком, но у меня есть друзья, знакомые за границей, я так догадываюсь, что меня просто порекомендовали. Он взял мой телефон Эхарт и связался с менеджером здесь в Украине, и попросил его связаться со мной уже для того, чтобы организовать концерт. У них есть возможность один день посетить наш город и провести вот такое мероприятие. Ну, дальше уже подробности я узнаю уже при встрече. Конечно, промытые мозги, промывание, и действительно тематика, по которой они приезжают, и к чему приурочен на самом деле концерт, это против наркотиков, борьба с наркотиками, и с тем, чтобы молодежь, скажем так, отвлечь от этого. Дело в том, что то послание, которое несет эта группа, это достаточно зрелые, взрослые люди, которые имеют большие результаты в жизни, в личной жизни, в социальной сфере, они состоявшиеся люди. У них есть послание, но, во-первых, на своем личном опыте. На сегодняшний день я считаю, что в нашем городе, вообще в нашей стране такое время, когда очень важно людям показать, что есть возможность не просто катиться вниз, найти какое-то удовлетворение в наркотиках, в алкоголе, а можно получать удовольствие от жизни в том плане, что ты самореализуешься, ставишь цели, ты их достигаешь. И эти ребята, они приедут, они тоже в процессе концерта будут эти темы поднимать. В ходе концерта часто артисты общаются с залами, и здесь, я думаю, не будет исключением, поскольку у нас песен, конечно же, будет. Как это будет организовано? Это будет переводчик, который будет... Приезжает переводчик, там все у них отработано. Кстати, ребята везут профессиональный звук, очень качественный, свет, и предусмотрен переводчик. Ну, это уже отработано, они уже не первый тур делают по странам СНГ. А в Украине это впервые? В Украине нет, они уже, по-моему, второй или третий раз будут. В Николаеве они будут впервые, но я думаю, что не в последний раз, потому что я так чувствую, что мероприятие будет интересно для всех. Кстати, я хочу сказать, что это не только для молодежи, а для всех любителей рока это достаточно зрелый, профессиональный, качественный рок. Рок без грязи, без каких-то низменных призывов, поведения. В кинотеатре, в концерт-холле «Юность» будет сеть охрана, кстати, и буду проверять на алкоголь, то есть там будет порядок, это будет достаточно достойное мероприятие, поэтому я приглашаю всех, не только молодежь, но и вообще любителей рока. Это будет хороший вечер. Ну что ж, мы будем на это надеяться, что по поводу программы, я также небольшой анонс сделаю, что мы в эфире пообщаемся тоже с артистами, по крайней мере запланировано, будем надеяться, что все получится, и телезрители первые с ними пообщаются, а потом будет иметь возможность уже прийти в концерт-хол «Юность». А что еще по программе рассчитано, кроме концерта, еще какая-то? Ну, там будет группа наша Николаевская, местные ребята, группа «Вести», они будут, ну как говорят, на разогреве. Потом уже выступит группа «Брейнвашет», и потом уже Экхард, он хочет устроить обратную связь со зрителями, он хочет к ним обратиться. Это буквально каких-то 20 минут, не больше, для тех, кто захочет остаться, пообщаться с группой, сделать обратную связь. Я думаю, что это будет тоже интересно. Ребята приезжают, прилетают, точнее, на один день всего лишь в Украину? Они приезжают из Харькова, рано утром, они будут в дороге ночь, рано утром они приезжают и попадают к вам как раз на передачу. В этом временном, скажем так, в это время в Украине это будет только один концерт, или в других городах они тоже делают? Они в этом туре? В этом туре, да, уже в Украине. Ну, конечно, они едут с Харькова, я не знаю точно, у меня есть график их передвижения, но я не запоминал, я увидел, когда они к нам приезжают, мне надо их встретить. Ну, то есть, по сути, это можно назвать даже спокойно всеукраинским туром, да? Да, да, это тур по странам СНГ, Молдавия, там Белоруссия, Украина, да. Ну, что ж, приятно, что Николаев тоже одна из точек. По поводу, также хотелось бы вашей организации поговорить о семейной ценности, какие еще мероприятия, возможно, планируются в ближайшее время? Ну, есть такое желание, я бы хотел вообще тех людей, которые останутся после концерта, я бы хотел пригласить к нам, у нас есть место, где мы находимся, я отдельно это уже там в концерт-холе вечером объявлю, есть большая такая и хорошая возможность еще просмотреть на большом экране рок-оперу, достаточно интересная, она христианская, но очень поучительная, и я думаю, что мы продолжим диалог со зрителями. Также есть идея, чтобы сделать вот эти надписи, которые в городе мы знаем, да, реклама сайта по продаже наркотиков. И, что самое интересное, один уже закрыли, второй теперь новый уже пишут. безусловно, почему? Потому что есть спрос. Пока есть спрос, будут предложения, они будут находить новые возможности, но, конечно, спрос есть, потому что есть определенная пустота внутри человека. Когда есть пустота, естественно, пытаются чем-то ее заполнить. И, конечно, есть такие негативные предложения в виде наркотиков, алкоголя, но, ну, есть идея взять группу молодежи и проехать по городу, найти несколько мест, где будут эти надписи незакрашенные. У нас почему-то это не очень активно закрашивается, но мы хотим их закрасить и, может быть, сделать какие-то красивые там рисунки и призвать Николаевцев к здоровому образу жизни, к вере, к самореализации. Ну, вот, такие есть тоже планы. Ну, да, мы предварительно с вами как бы общались о том, что возможно даже вовлечь в это действие длительное их художников, чтобы нарисовать что-то красивое. Да, если есть, Света Чабанова к тебе обращаемся. Если есть ребята, которые умеют быстро и красиво рисовать с помощью цветных баллончиков, красок, я приглашаю на этот концерт, там мы уже определимся и разобьемся на группы, выберем день и сделаем такой небольшой флешмоб, можно так сказать, как это сегодня говорят. Ну, что ж, будем надеяться, что реально заполним души и сердца хорошей музыкой, чем-то хорошим, чтобы восполнить ту пустоту, о которой вы говорили. Ну и, конечно же, спасибо вам большое за то, что организовываете вот такие мероприятия. Приятно, что есть артисты, которые открыты к диалогу и которые хотят видеть новую публику. Знаете, хорошо, что еще есть и депутаты, которые открыты к диалогу, потому что очень хорошо нам помогла депутат Елена Киселева, за что и отдельная благодарность. Поэтому и артисты, и мы простые граждане, и люди, которые сегодня во власти, это хорошо, когда есть такая поддержка и понимание, диалог. Ну что ж, будем развивать, я думаю, Николаев, будем избавляться от надписи и существования тех вредных сайтов, которые... Самое главное от того негатива, которая есть и от той пустоты, которая есть у молодых ребят, особенно. Спасибо вам большое за то, что пришли в студию, за то, что проанонсировали. Я нагадую еще раз, что это не остальная встреча в эфире. Будем говорить и еще же поспілкуемся особисто и с виконавцами. А сьогодні спілкувалися на тему анонсу заходу с Ростиславом Камневым главой Миколаевской областной громадской организации семейной ценности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова